Ну и, наконец, импортеры, которые потом это складывают в базу данных, куда смотрит наш фронтенд. В качестве базы данных мы используем MongoDB, ну и также индексируем это все дело в соло. Почему мы стали использовать именно скалу? Ну и я имею опыт работы с такими языками, как Ruby и Java, поэтому я расскажу о том, чего мне у них не хватало и как скалу решает именно эти проблемы. Что касается Ruby, то весь фронтенд и различные сервисы написаны именно на нем, а именно мы используем Ruby on Rails. И там он прекрасно справляется с задачей, но при применении для этой системы у него есть определенные ограничения. Ну, во-первых, его производительность, то есть все, наверное, знают, что Ruby интерпретируется очень медленно. Если вам нужно обрабатывать очень большие объемы данных, то это займет очень много времени и вы очень много потратите на машину, на которую будете считать. Ну, это такие недостатки его, как отсутствие астетической проверки типов, то есть единственной гарантией того, что ваш код работает, является теста. Даже если все покрыто, то надо тратить время на запуск всех тестов, когда вы, например, рефакторите. Ну и в-третьих, в Ruby нет поддержки многоплоточного параллельного программирования. В принципе, мы могли бы использовать Java, но в Java я вижу тоже недостатки. Ну, во-первых, это то, что в ней отсутствуют очень многие вещи, которые бывают очень полезны при программировании, которые есть в других языках, в том же Ruby, например. Ну, например, в Java нет замыкания, то есть вы не можете передать функцию в другую функцию. Как следствует, там нет функции высшего порядка для работы с коллекциями. В Java нет миксинов, что затрудняет написание именно модульного кода. В Java сложно создавать domain-специфик-languages. Собственно, поэтому мы стали использовать Scala, и в Scala с этим все хорошо. То есть она компилируется в Java-byte-код, поэтому она выполняется так же быстро, как и Java. Ну или, по крайней мере, вы можете всегда ее оптимизировать, чтобы она выполнялась так же быстро, как и Java. Во-вторых, вы можете использовать все эти библиотеки, которые уже есть в Java. Код получается такой же читабельный и красивый, как и на Ruby, а иногда даже больше. Ну, в Scala есть, конечно, статистическая проверка типов, и Scala — это еще прежде всего функциональный язык. То есть если вы программируете на Scala, то, по большой вероятности, вы будете программируете именно функционально. Например, все коллекции в Scala сделаны неизменяемые, и если вам нужно работать именно в изменяемом состоянии, вам нужно явно компортировать библиотеки. Мы в Scala огромные возможности для параллельного программирования. То есть, во-первых, есть, конечно же, все, что вылезает, то есть вы можете создавать в потоке, можете использовать Java.Fontarent. Плюс в первом в Scala есть библиотеки векторов, то есть тот стиль, если программируемый, который больше справляется функциональному, тогда все изменяемое состояние звучит на векторах, и вы программируете без использования локов и синхронах блоков. Далее я кратко опишу, что у меня потом самое положение. Поскольку мы довольно периодически обрабатываем сотни гигабайт данных, то есть карабайты еще полных текстов, мы храним это все в определенной файловой системе и обработку проводим тоже в клауде. Для этого мы используем Amazon EC2, храним мы, соответственно, все на Amazon S3. Вся обработка происходит именно там, и тогда у нас уже есть готовые данные, и мы их загоняем в базу данных, такие как мы могли бы делать. Тут мы поначалу использовали Hadoop, то есть Hadoop, понятное дело, отлично индивидуруется со скалой, потому что скала джаваса нестимая. Но потом поняли, что у него есть некоторые ограничения, такие как не очень эффективный расход памяти, то есть у нас сейчас он падал, и сложности конфигурации. Поэтому мы оставили Hadoop для простейших тасков, где надо что-то сжойнить по какому-то ключу и сегрегировать, и более сложные алгоритмы, какие-то кластеризации с параллельными средствами самой скалы. Наши приложения, то есть все вот эти тузы, они лежат в одном проекте, и у него есть интерфейс командной строки, то есть мы запускаем их либо по крону, либо в ручную в консоли. Деплоим мы это все в клауд при помощи Кэпистрана. Ну, тот, кто знаком с Ruby, знает, что такое Кэпистрана, а кто нет, то это Ruby-овая библиотека, которая может выполнять параллельные SSH команды на некоторых серверах и, соответственно, производить деплоимент. Для распараллельного мы используем экторы, на чем я сейчас остановлюсь. Экторы — это некоторые единицы параллельного программирования. Она может принимать команды, которые поступают параллельно, при этом она складывает их в очередь, и затем они выполняются последовательно. Они активно используются в Ирланге, в Скале тоже есть нескольких реализаций. Во-первых, экторы есть прямо в самой стандартной библиотеке Скала. Во-вторых, есть фреймворк АК, который тоже предоставляет возможность использования экторов. Ну, у них у каждого есть какие-то свои плюсы и минусы, то есть АК, он более гибкий и в нем больше возможностей, а экторы и стандартные библиотеки, наверное, там проще начать использовать. Соответственно, вы можете просто унаследовать определенного класса и переопределить метод в нем, который отвечал бы на команды. Но метод Receipt, он на самом деле является частичной функцией, то есть он отвечает на аргументы определенного типа. Таким образом, как мы производим обработку? Когда нам что-то нужно посчитать, мы запускаем в Amazon Cloud ноды, затем деплоим на эти ноды необходимую конфигурацию и, собственно, наше приложение. При этом на нодах запускаются скалы-демоны, которые запускают все необходимые экторы. Далее мастер может обратиться, например, к S3, понять, что нужно посчитать, затем обратиться к S2, понять, какие ноды запущены, и раздать таски этим нодам. Ноды, соответственно, получают эти таски, загружают необходимые данные, считают и складывают обратно на S3. Когда весь наш счет закончен, мы их открываем на эти ноды. Важная возможность экторов — это создание remote actors, то есть тех экторов, которые могли бы принимать команды еще и по сети. Для этого достаточно указать имя и порт, на котором будет находиться, и скала будет сама передавать команды и проводить ксерилизацию. Тут это получается очень просто, потому что в скале практически все объекты стерилизуемы, например, даже функцию можно подавать. Далее я пройдусь еще по некоторым технологиям, которые мы используем. Собираем мы проект при помощи Simple Build Tool. Это система сборки проектов, что-то типа ANN для Java. Но у нее есть некоторые преимущества. Во-первых, она следует принципу conventional configuration, то есть если вы с ней начинаете работать, вам в простейшем случае даже не надо ничего конфигурировать, достаточно брать SBT, она создаст необходимую иерархию директории, в которой вы можете начать писать код, и он будет собирать проект. Возможно, в нем также инструментальная сборка, то есть когда какой-то файл меняется, она пересобирает весь проект. Для конфигурирования используется сама скала, а именно определенный доменец веклангвич на скале. Например, вы можете указать название библиотеки и их версии, от которых ваш проект зависит, и он подгрузит их из мавин-репозиторий. Тестируем мы это все дело при помощи скала Specs, то есть это что-то очень похожее на RubySpec, и эта библиотека создана для behavior-driven development, то есть когда вы пишете сначала спецификации, которые являются тестами, но при этом они выглядят очень похоже на естественный язык. Соответственно, тут, наверное, можно увидеть все преимущества скала в создании доменческих лангвиджейс, то есть тут используются конвершины, которые преобразуют некоторые объекты с другим объектом, который затем можно сметчить в определенном условии. В этой библиотеке есть огромный набор мэтча, которым вы можете проверять ваш пол. Ну и последнее немного о том, как мы работаем с JSON и MongoDB. Для JSON мы взяли просто javascript библиотеку, именно org.json. JSON вообще является форматом, который мы используем везде, то есть первым делом все приводится именно к нему. Взяли javascript библиотеку, потому что эта самая была надежная и она могла быстро парсить JSON. Соответственно, после этого мы написали небольшие обертки, которые конвертировали бы JSON в нативные скал-скалки, такие как map или spin. Для MongoDB мы тоже взяли после Java Driver и мы тоже написали небольшие функции, которые мы приводили к JSON, то есть формат, который используется в MongoDB, он очень похож на JSON, нативным скал-скалкуптурам, поэтому фактически мы используем везде там map и листы при необходимости, создаем из них объекты, и конвертация в JSON и в Mongo формат происходит практически ненаметно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы. Да. Ну, в принципе, серьезно, конечно, не рассматривали. Все, конечно, слышали о Erlang. Ну, во-первых, потому что Erlang все-таки это немного экзотика. То есть, если вы пишете на скале, то всегда можете взять библиотеку, которая написана уже на Java, использовать ее. Если она на Erlang, то может не всегда найдет нужную вам библиотеку. Ну, в принципе, те же экраны, конечно, и люди из Erlang. Вы использовали, как я видел, библиотеки из Яла в скале. А насколько вообще, какие проблемы вызывает использование Яловских библиотек в реальном проекте и вызывает ли вообще? То есть, насколько это чужеродно относительно скала-кода остального выглядит? И есть ли какие-то подводные камни? Ну, подводные камни есть. То есть, ну, в Java немного другой стиле. Соответственно, если вы активно используете Java библиотеки, то вы пишете больше как на Java, нежели как на Scala. То есть, в идеале, конечно, хочется использовать именно Scala библиотеки. То есть, только синтаксически некоторые мусоры все? Ну, да, да. Можно так сказать. Понимаете, есть проблемы с этим? Нет, на самом деле понимаю. То есть... Понимаете? Там как бы... Да, в Scala нет статик. Да, да. Но там есть, да, single-clone object. Нет, вот именно вызов статических методов из Java в Scala. Статических методов из Java. Были у вас такие проблемы, нет? Не сталкивались? Статических методов из Java. Мне кажется, что они должны вызываться. То есть, компилятор, мне кажется, понимает, что если вы вызываете Java, то он интерпретирует это не как single-clone object, а как просто статический метод. Но я не уверен. И, ну, еще вопрос. Какую библиотеку экторов вы использовали? Ну, вот из трех, наверное, доступных, да, там, лифтовых? Ну, сейчас используем Akan. Аkan. Ак. Это вы тоже использовали. И для Mongo вы писали... Вы использовали какой-нибудь ORM или просто... Нет, мы ORM не использовали, ну, потому что мы, там, решаем очень простые задачи, для которых, в принципе, не было необходимости. Спасибо. Депендент-эйджекшн, ну, probably использовались, то есть, вот, кейк-паттерн там есть, в скале. Но, в принципе, активно не используем, то есть, основное, без-депендент-эйджекшн. Вы рассматривали в качестве альтернативы Clojure, как язык? Clojure, ну, на самом деле нет, не рассматривали. А вы не могли бы больше рассказать про проблемы, с которыми столкнулись, и дать какие-то рекомендации? Ну, вот, например, почему вы решили Акку использовать. Да. Со скалой, Аккой, может быть, взаимодействием с Mongo. Ну, Акка, в общем, навороченный весьма фреймворк такой. Ну, если честно, то проблем практически не было. Проблем были немного с другими вещами. Вот вопрос. Не мешал ли функциональный стиль, не возникли из-за этого проблемы с производительностью, из-за иммьютабл-коррекции, излишних копирований и так далее? Ну, может, и возникли, но, опять же, мы в реалтайме это не делаем. То есть, если у нас там возникает какой-то... То есть, если мы делаем что-то в два раза медленнее, то это, в принципе, не страшно. Мы просто поднимем побольше ног. Но главное, чтобы не делать там в 10 раз медленнее. Спасибо. Уже спросили, но не совсем явно. Почему вы все-таки остановились именно на Аке, а не на других реализациях факторов для скалы? Ну, в стандартной библиотеке есть некоторые проблемы. Например, то, что если коннекция падает, то есть в Амазоне просто есть такие проблемы, когда коннекшен может упасть, не знаю, из-за чего, может, там, из-за фрэволов каких-то, то там невозможно распространить эту коннекшен. Вы сказали, что сделали несколько оберток, они где-нибудь опубликованы, ну, такие незавязанные, там, на коммерческую тайну. Ну, даже обертка для Монго. Или планируется, может? Ну, можно опубликовать, но они не очень большие. Не, ну, просто посмотреть. Ну, и, кстати, сейчас уже, мы это некоторое время назад делали, сейчас там уже существуют скалы в библиотеке, в ГОС, обертки, в ГОС. Поэтому можно спросить, спутер. Все еще есть вопросы? Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ